В прошлый раз, расслабьтесь сейчас и приготовьтесь послушать мой бархатисто-завораживающий голос, трансовый голос, я скажу так, каким он станет у меня, а может быть уже начинает становиться прямо сейчас, по мере моего, моей готовности вхождения в транс, потому что говоря какие-то трансовые слова, я сама нахожусь в этом состоянии. Вы вспомнили о том, что такое транс и насколько он характерен всем людям, и, как мне кажется, и не только людям. Те же кошки, наверное, когда спят, находятся в трансовом состоянии. Человек, когда смотрит телевизор, а сам вроде бы о чем-то задумался, он в трансовом состоянии. Когда мы едем в поезде, смотрим в окно, мы находимся в трансовом состоянии. Когда мы едем в автобусе, смотрим в окно или в метро, и мы слегка покачиваемся в размеренный такт стука колес, то ли мы думаем о чем-то, то ли не думаем, потому что потом мы можем и не вспомнить, о чем там я думала, какие-то мысли у меня были или их вообще не было, то мы находимся в трансовом состоянии. Надеюсь, что вам всем хорошо слышно, потому что я, находясь в трансовом состоянии, могу, во-первых, ну да, надо говорить, наверное, погромче. Вы можете себе позволить прямо сейчас, и вы уже этого сделали, вы позволили себе вспомнить это трансовое состояние. Почему я говорю, что нужно вспомнить? А чтобы вы прямо легче прямо сейчас вошли в него. Большое спасибо, Николаевс. Николаевс сделал нам какое-то видео. Мы посмотрим чуть позже. Так. И вот, находясь уже прямо сейчас в трансовом состоянии, можем почувствовать, прям почувствовать, как начинает вообще расслабляться наше тело. Мы, кстати, можем позволить себе, и вы можете сделать это, как-то облокотиться поудобнее, покомфортнее, занять какое-то более приятное, спокойное, комфортное состояние, расположиться так, как удобнее вашему телу. Вы можете прямо сейчас почувствовать, и даже желательно, наверное, чтобы почувствовали, как начинают расслабляться, сильнее расслабляться ваши щеки. Попробуйте прочувствовать расслабление щек. Они, наверное, и прямо сейчас начинают занимать то положение, когда вы были совсем молоденькими. Расслабленные щеки. Да все лицо было расслаблено. А попробуйте прочувствовать, как расслабляются прямо сейчас губы. Я даже закрыла камеру, чтобы не застесняться перед вами. Вдруг кто-то откроет глаза. Расслаблены щеки, немного наивно. Расслаблены губы, может быть, тоже, так как это молодости присуще. Прочувствуйте, как расслабились брови. Даже удивительно. А что, брови могут расслабиться? Прочувствуйте, как расслабились мышцы. Там тоже есть мышцы лба, кожа расслабилась. Вся расслабилась. В процессе вот этого расслабления или состояния расслабленности лучше идет обновление клеток. Лучше идет обмен веществ. То есть все старое начинает как бы вымываться, выходить как-то там вместе с процессами кровообращения. А молодое, наполненное, молоденькое, красивое, начинает прямо сейчас обновлять нашу кожу. Обновляться мышцы начинают. Мышцы щек, веки, кожа век. Брови, лоб. У меня даже лоб в его основании, соприкосновение с волосами, начал сейчас вдруг горячиться. Представляете, как какая-то энергия божественная, помогающая. Наверное, какие-то ангелы, умеющие передавать энергию красоты и молодости, омоложения, подключились сейчас к этому, начинают помогать. Божественные энергии вдруг сейчас разгорячили основание моего лба. Можете прочувствовать, как расслабились надгубные мышцы. Вы никогда не пробовали их расслабить? Вот это то место, где у мужчин растут усы, а у женщин надгубная мышца. Она начинает принимать ту позицию или то положение, ту конфигурацию, так скажу, которая присуща молодости, влюблённой в себя, красоте молодого лица. Влюблённой, может быть, не осознающей свою молодость, красоту. И мы сейчас просим наше подсознание, дорогое любимое подсознание, как хорошо получилось расслабиться мышцам и кожи моего лица и вспомнить. И прошу тебя, дорогое любимое подсознание, вспомни. Вспомни положение, форму мышц, форму кожи, моего лица, овал его, который так бы меня обрадовал своим помолодением. А ведь этого я и хочу. И насколько скоро ты сможешь этим обрадовать меня, ещё и закрепив это во мне. Настолько скоро, чтобы я тоже порадовалась. Прочувствуйте сейчас, как расслабляются кожа и мышцы шеи. Это тоже интересно, это тоже удивительно. Расслабляются мышцы и кожа шеи. Может быть, каким-то образом вы уже сейчас начнёте ощущать, что это получается. Я сейчас тоже это чувствую прикосновением каких-то энергий. Потому что я тоже чувствую, словно какая-то тёпло-горячая волна сейчас обволакивает мою кожу, шею. Но мы попросим ещё расслабиться шеи сзади. И пусть расслабятся шейные позвонки вот этого шейного отдела, верхнегрудного отдела позвоночника. Переключитесь на свою спину, прочувствуйте её. Вспомните спину молодой. Расслаблены позвонки. Настолько расслаблены, насколько надо. Всё в рамках наилучшего, правильности, как правил синтаксиса и орфографии. Всё как надо. Но пусть это радостно будет. Прочувствует расслабление мышц лопаток. И сейчас нервные окончания. Расслабляются и тоже высвобождаются. Там, где надо. Расслабиться и высвободиться. Можно позволить расслабиться вот этому отделу позвоночника, который называют поясничным и ниже, где копчик, а может быть, чуть-чуть выше. Может, вообще очень приятно прочувствовать станет, как вообще расслабляется вся спина. И, мало того, она не только расслабляется, а прямо сейчас начинает вспоминаться состояние своей молодой здоровой спины, позвоночника, мышц молодых, здоровых. Помните, как в прошлый раз говорили, как у молодого бычка мышцы, а мы говорили, а мы тёлочки молодые. Вот это строение мышц, наполненных гиалуронкой. Вот это база для проведения процесса. Вот этого коллагена, который скрепляет всё воедино. Поэтому одновременно и собранность, и молодость, расслабленность одновременно. Вот это, наверное, то, что так характеризует нашу молодую спину. Наверное, начали вспоминать сейчас. У меня вспоминается хорошо. Нужно позволить себе сейчас расслабиться ступням ног. Вот так неожиданно. Да, ступни ног. И позвольте расслабиться мышцам, мышцам, чтобы это расслабление было неформальным, а по-настоящему. И радость ступней ног. Они расслабляются. Мышцы расслабляются. Может быть, что-то в суставах сразу стало становиться правильно. И эта правильность вспомнится. И постепенно, если это надо кому-то, она каким-то образом, самым комфортным, закрепится своей правильностью. Поэтому станет легче ходить. Поэтому суставы коленей станут здоровыми. Потому что кровоток всех энергий, или, скажем так, ток, прохождение энергии, начиная от ступни ног, получает от энергетики энергии щедрой Земли, её энергии, планеты Земля. А может быть, просто конкретно почвы Земли. Да, чего и нет, чего и не получить. Но главное, что эта энергетика свободно идёт. Понимаете? Вот как по трубам свободно идёт прохождение. Свободно. И поэтому колени получают всё, что нужно. Поэтому вены наши, мышцы, наши нервные окончания получают всё, что нужно. Обмен веществ. Всему разрешено идти, быть, функционировать, двигаться правильно. Всему разрешено. А значит, наши клетки, наши мышцы, наши нервные окончания, наши суставы, наши кости, наши межсуставные составляющие, хрящевая ткань, жидкостная какая-то ткань. Всё, чему надо быть правильно. Всё начинает получать питание. Всё начинает само радоваться правильной работе. А мышцы, бёдер и икр, прочувствуйте, как они сейчас расслаблены. Они расслаблены и одновременно сгруппированы, коллаген, соединяя этого единое. Прочувствуйте, мышцы. Вы можете даже прочувствовать прикосновение каких-то энергий, ангелы, омоложение и здоровье, божественные силы, высшие, Николай Чудотворец. День Петра и Павла скоро. Помогите. Иисус Христос, Божья Матерь. Наверное, вы, может быть, с удивлением, может быть, вашей любовью прикоснётесь к этой чудодейственной медитации в помощи нам. Чьи-то энергии я просто чувствую своими ногами сейчас. Эти энергии расслабляющие проходят сейчас в органы малого таза. И пусть всё станет лучше, здоровее, оздоровится, помолодеет, наполнится энергией, живительной энергией здоровья, правильности. Пусть всё задышит так, как надо и хорошо для радости этим органам и для нашей радости. И пусть эти живительные энергии поднимаются выше, и мы можем прочувствовать, как расслабляются мышцы и органы живота. Расслабляются, одновременно получая питание от энергии. В расслабленном состоянии лучше идут все процессы, и обменные, и питательные процессы, и нервные окончания лучше работают, они свободнее. И кровеносная система лучше работает. Дыхание тканей лучше, обогащение кислородом, какими-то ещё напитывающими, полезными веществами. Всё лучше, и пусть порадуются органы, ткани нашего живота. И мы можем почувствовать, и мы можем почувствовать, что стало дышать лучше, свободнее. Сердце обрадовалось, обрадовалось, потому что ему силы передали, любя его всем сердцем, всей душой. высшие силы любят и дают силы нашей сердечно-сосудистой системе. Всё улучшается, всё укрепляется, всё начинает работать лучше, а мы позволяем себе расслабиться ещё больше. И состояние расслабленности позволяет отдохнуть нашему уму. А мы чувствуем себя хорошо, приятно и комфортно. Так хорошо, словно мы едем в отпуск на той полке поезда, на которой нам хорошо, как когда-то в молодости. Никто не мешает может быть мы в купе одни, а может быть просто соседи или спят или отдыхают. Мы слушаем стук колёс и радуемся, и прочувствуйте комфорт, нам комфортно. А может быть лучше и приятнее просто отдохнуть лёжа, ну, например, в гамаке. Тепло на улице, мы под берёзовая тенью, смотрим в небо, лучезарно-голубое, чистое, видим, как шевелятся веточки берёзы, улыбающиеся нам. Вы представляете, она словно улыбается нам, как будто единение с этой берёзкой, и как будто её листочки шелестят для нас. А мы слегка покачиваемся. Тело отдыхает абсолютно. Наш ум сейчас отдыхает. А наше подсознание, наше высшее я, божественные силы, может быть, ангелы дарующие омоложение, здоровье, помогающие нам сейчас. Они помогают нам прямо лучше, радуясь интенсивней, что им доставилась такая лёгкая возможность напитать нам и позволить нам увидеть себя, обрадовавшись улучшившемуся самочувствию и помолодению своему. А мужчинам то, что они хотят. Каждый задумывает то, что обрадует его. Очень обрадует. Я говорила уже, чтобы радость возможно, даже превзойдёт ожидание. Мы можем позволить себе или представить, что мы покачиваемся на надувном матрасе. Прямо вот около берега. Небольшие волны, но хорошо покачивающие нас. И это блаженство. Позвольте рукам, кистям рук расслабиться и опуститься в воду, почувствовать тепло воды. И одновременно ваша кожа чувствует ваше тело ласковость, солнечных лучей. И, кстати, говоря, прямо сейчас, пусть этот ультрафиолет помогает вам загореть. Приятно, хорошо, не выходя из комнаты. Загораем прямо сейчас. Получаем воздушно морские или водные приятные ванны. И знаем, как расположено все к нам. Прямо к нам. Ласковость теплой воды, наша гармония умиротворения, легкое покачивание на волнах, так позволяющее расслабиться нашему организму, телу. Ласковость прикосновения солнечных лучей. И одновременно, и одновременно мы чувствуем, как наши щеки просто становятся моложе. Мы даже чувствуем это, и мы увидим это, как мы помолодели. Но не только наше лицо, не только наше тело. Мы можем почувствовать, как наши мышцы, мышцы, живота, груди, все получают, но питательную энергию, здоровье, омоложение. Мы молодеем, мы оздоравливаем свое тело. И не только мы, нам помогают выздороветь, оздоровиться, и наше состояние расслабленности, в котором мы находимся сейчас, помогает нам еще лучше. А мы можем попросить свое подсознание, прямо попросить его сейчас, или найти какие-то способы, самые комфортные, самые приятные, или найти ресурсы. ресурсом, может быть, стать воспоминания, когда мы так нравились себе, были здоровы, какая-то успешность была, что-то просто очень радостное вообще, во всей жизни, все радовало, и в себе, и в жизни. И мы можем прямо мгновенно попасть в это воспоминание и вспомнить себя. И мы можем увидеть, а что окружало нас, или кто есть в этом воспоминании, любующийся, восхищающийся нами. Какое время суток, какое освещение, мы что-то говорим, или мы что-то делаем, или нас слушают завороженно. и мы можем прямо сейчас прочувствовать, а как мы чувствовали себя, наше тело, наша энергетика, уверенности, успешности, молодости, здоровья, как все это чувствовало себя, как тело наше, мышцы, как ощущали себя, а как внутренние органы ощущали себя, зная только они и наше подсознание. Но мы просим и наше подсознание, подсознание и всех наших помощников помочь зафиксировать это состояние радости и состояние этого состояния для того, чтобы перенести в настоящее. И чтобы наши мышцы, наш организм, наше тело, наша энергетика, все-все в нашем теле, нашей энергетике, нашей кожи, мышцах, наших процессах, кровообращения, работы нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной, работы наших гормонов, железо. То есть железо все вспомнило, вспомнив, вернее, это, перенесло в настоящее и начало восстанавливать наши физические ткани и наша энергетическая составляющая соответственно тому воспоминанию, нам в том воспоминании. А потом произойдет что? Радуясь, начнем радовать других, начнем делиться, правда? Начнем делиться, когда мы молодые, вот вспомнив себя в этом ресурсном состоянии, своей успешности, радости, вспомните, как на нас смотрели восхищенно, слушали восхищенно. Почему? А мы дарили кому-то что-то. Мы дарили то, что было нужно тем, кто восхищался нами. И мы сейчас станем даровать это еще больше, понимаете? Потому что наполнившись этой позитивностью во всем, свое тело, которое радуется себе, своему оздоровлению, каждый орган благодарить начнет, хорошей работой, а может даже каким-то разговором. У меня было такое, когда я руками водила и вдруг я почувствовала, как желудок говорит своим языком, о чем-то говорит, а печень совсем о другом, и ей требовалось, чтобы ее пожалели и полюбили. И мы может подначим любить все в себе больше, а значит дарить больше. И то, что нами станут снова открыв рот восхищаться, слушать, это потому, что мы какие-то энергии обретем. мы чему-то очень обрадуемся в себе, оздоровлению, омоложению, наполнению какими-то нужными энергиями, и мы станем дарить. Произвольно или непроизвольно, поверите ли, сознательно или бессознательно, к нам станут тянуться, восхищаясь нами. Представляете, мы начнем украшать этот мир, не только своей внешностью, мы в прямом смысле начнем его украшать, наполняя чем-то для всей человеческой цивилизации, помогать богам становиться этому миру добрее, лучше, красивее, здоровее, а себе еще и продлив долголетие. Какие-то еще ресурсные воспоминания ваше подсознание самостоятельно может вспомнить, активизировать и активировать, перенеся в настоящие задачи, поняло? А может быть просто какой-то образ успеха, когда-то решалась какая-то задача и нашлось решение и получили пятерку. Может быть для подсознания этот способ станет прям самым радостным, как находка. Ага, так я знаю, как сделать, как исполниться желанием вашим. Вы какое-то время можете еще побыть в этом трансовом состоянии. пусть начавшиеся процессы на исполнение ваших намерений, желаний, таких благотворных, таких радостных и для вас, чтобы стать счастливее, радостнее и не просто так, а для того, чтобы больше собой, представляете, станете, дарить радость и украшать этот мир. Какая благородная миссия. Поэтому нам так важно стать здоровее, стать красивее, моложе, энергетически моложе. Вот активировать, открыть это снова в себе, вспомнить и вспомнить телом и энергетикой. Миссия, божественная миссия. И поэтому откликнулись божественные энергии и пришли сразу и помогают. вы можете побыть сейчас, а можете и побыть в этом состоянии тогда, когда вы будете спать. Вот прям вот ночью или когда днем прилегли. Ваше подсознание использует этот момент вашего расслабления и отдыха для того, чтобы продолжить эту работу, если надо. А может быть, работа уже вся сделана сейчас. Но мы тогда еще попросим линию времени условную притянуть вот свое любование собой какие-то радости, вот ощущение исполненности счастья, вернее, счастье от исполненности приблизить к себе. Вот как будто за веревочку время поймали, притягиваем к себе поближе, чтобы это поскорее произошло. но самым комфортным для нашего тела и нашей энергетики образом. Но если Иисусу Христу удавалось за одно прикосновение человека делать здоровым, абсолютно здоровым, ну, значит, человеку уже это было комфортно, я предполагаю, что это реально и за раз, ну, или очень скоро, очень быстро. Ваше подсознание может продолжить эту работу, если надо, когда вы будете спать днем или ночью, или находиться в том состоянии, в котором мы иногда можем днем бодрствуя находиться, ну, вроде бы, как в трансовом состоянии, но чтобы это было комфортно для нас и радуя, все больше наполняя, чтобы мы больше наполнялись радостью, счастьем и всеми нужными энергиями, которые позволяют радоваться жизни, жить более, еще более радостно и влияя на этот мир, тоже изменениями к улучшению для нашей просто взаимной радости и счастью. радостно а сейчас вы можете начать выходить из этого состояния, попадая в состояние бодрости здесь и сейчас и можно начать открыть, начинать открывать глаза, можно и сразу открыть, а можно и не спеша, вот как теплая, усиленно теплая вода, которая глотками, медленными помогает пробуждаться комфортно нашему организму, пробуждаться комфортно, это как про воду, вспоминаем и будем делать это, раз это способствует еще и тому, чтобы похудеть, а также и выздороветь, вы вспомнили, я вам читала, как совершенно ум не может этого понять, как же это, но это оказывается лечит, возможно, лучше самых каких-то лучших таблеток, от этого худеют, не напрягаясь в этой теме, а как, а как-то непроизвольно происходит, что начинаем радоваться всему, происходящему с нами, нам, самим себе, главное, наполняться чувством уверенности и силу, да, это мы смогли, вот такие мы молодцы, так, я включаю камеру, выйдя из этого трансового состояния и попав в состояние здесь и сейчас, могу прочувствовать хорошо сейчас, кстати, как вам мой голос показался бархатно-завораживающим, заговоры заговоры я вам дала, друзья мои, я вам еще дам его в форме mp3, энергии и божественные силы, которые помогали нам в этом трансе, поблагодарим, вот я благодарю, спасибо большое за отзывчивость, так, что еще, зрение тоже улучшается, это уже привычка хвататься за очки, видите, как нам избавиться от некоторых привычек, поверив в себя и свои возможности, и это тоже я вдогонку говорю своим подсознательным установкам и вашим, возможно, кому-то тоже пригодится, так, ну и друзья мои, я рада, что мы так хорошо с вами сегодня провели время с пользой для нас. спасибо, спасибо,